Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль KIO RIO 2010 года выпуска. Двигатель 1.4, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 147 тысяч километров. Заменю на нем передние стойки стабилизатора и втулки стабилизатора. Поднимаю автомобиль, снимаю оба передних колеса. Поднял автомобиль, снял колесо, чистим. Немножко резьбу от грязи. Смажу. И головкой на 14 откручиваю. БААА! Стойку стабилизатора снял. Верхний палец еще живой. А нижний палец все, он стукает. как с одной так и с другой стороны берем правую стойку стойка у нас оригинальная 54 840 1 и 3 0 это ли это правый раз смажу резьбу вставляю ее на место и закручиваю сзади стойку стабилизатора можно держать ключиком на 14 здесь никакого не торкса не шестигранника нету и 200у мин 30-40 см 30-40 см И так же затягиваю нижнюю. Все. Нижнюю я тоже заменил. Аналогичным образом меняю со второй стороны. Номер на вторую сторону 548301Е300. Это левая сторона. Это ваш. Так же смазываю резьбу и устанавливаю. Вторую сторону я заменил. А теперь добираемся до втулок стабилизатора. Вот у него два болта крепления. Чтобы отсюда не крутить, попробую опустить автомобиль и сверху длинным удлинителем открутить их. Пробую. Совершенно верно. Вот я поставил длинный удлинитель с карданчиком и головкой на 14. Вот если вниз присмотреться, я отсюда откручу как один, так и второй болт. Откручиваю. А вот что у нас со второй стороны. Точно так же. Вон они, видно, болты. Сейчас так покажу. Вот я его подсветил. Мокрый болт. Так же и сверху я откручу вторую сторону. А потом приподнимаю, меняю втулки, ставлю на место скобы, наживляю болты и сверху их уже протяну. Менять вообще шикарно. Али растения. Бручком. Алистаке. КОНЕЦ Головка, карданчик, великое чудо! И один, и второй болт откручены. Иду откручиваю со второй стороны, а вот со второй стороны с одним болтом получилось, я его спокойненько сверху открутил, а вот задний болт не получается. Здесь сверху тройничок разводной на тормозную систему и не получается подлезть, но здесь спокойненько можно подлезть вот таким ключом, накидным на 14, снизу, сзади. Вот я его накидываю и отсюда откручиваю спокойно. Ослабил его, а теперь можно сверху одеть головку и докрутить его до конца. стабилизатор полностью откручен, вот он дышит как с одной стороны, так и с другой. поддеваю и снимаю скобу втулки. и снимаю в саму втулку. Втулка, конечно, уже была набита и снаружи, и внутри. протираю сам стабилизатор от грязи. Беру новую втулку, новая втулка оригинальная 54 812 1Г100. Смазываю ее внутри маленечко, диаметр втулки 23,8 и смажу смазкой фирмы Febby, которая для суппорта. Смазки добавляю совсем чуть-чуть и размазываю ее. Резину она не разъедает, но мягче работает стабилизатор, без всяких скрипов, без всего. Одеваю втулку на место, разрезом назад. одеваю скобу, чтоб скоба легко зашла, я ее смажу силиконовой смазкой. Силиконовая смазка также резину не разъедает. смазываю болт и наживляю. все болт я наживил, головку снимаю, а дальше закручу уже его ключом. Наживляю второй болт. с этой стороны я один болт задний болт затянул. вот его видно, я прижал этот болт наживлен со второй стороны. я также болты наживил, как один и второй. устанавливать их, чтоб с головкой здесь не попадать. очень удобно устанавливать магнитом. взяли так сбоку, опустили и наживили. номер втулки точно такой же, как и у левой. опускаю автомобиль и затягиваю эти три болта сверху. вот и головку одел сверху. хорошо видно, что удобно подлезть и закрутить. ну и все. со второй стороны я тоже затянул. на этом замену стоек и втулок переднего стабилизатора я закончил. в принципе делается быстро. на этом все. всего вам доброго. все.